здравствуйте друзья настал наконец-таки тот самый момент будем сегодня смотреть пара голубых алмазов я оставил три конуса вот их конус слева центральная у нас новая пара леопард и кобальт и самый правый конус от пары новой пары молодой пиджина в скорпионах смотрим левую убираем конус я уже посмотрел вот у нас есть личиночка здесь у нас получился 50 процентный вытверг самочка на что подошла оксим личиночка есть 50 процентный выклев у нас вот он это она отмерестилась другим самцом жесткой воде правда не в мягкой воде в общем она раскрутила его 50 процентный выклев это уже хорошо теперь смотрим на соседнюю кладку соседняя кладка к сожалению ничего не получилось как бы там самец не трясся и самка не тряслась сожалению тут у нас ничего не получилось а нет что то есть значит просто самцу нормально не дали оплодотворить икру 95 процентов побелело но все-таки чуть-чуть личиночки есть видите значит самец все-таки кое-как оплодотворен там просто гонял всех ему не дали нормально отработать ну будем надеяться что эту всю икру хотя бы личинку чуть-чуть оставит алмаза и не сожрут все ладно но принципе что то есть значит самец рабочий думаю если поставить его в перегородку или в нерестаик посадить то должно быть теперь смотрим третью кладку в третьей кладке тоже у нас по моему получился выклев сейчас это мы отодвигаем что они там ухаживают вытаскиваем сюда третий конус третий конус я вытащил вот у нас здесь есть личиночка получился пятидесяти процентный выклев что я считаю довольно таки даже не пятидесяти процентов икры мало побелело то есть процентов 70-80 выклев получился пара пиджинов у нас молодая соответственно цена у нее дорожает семи с половиной тысяч до девяти тысяч рублей и пара скорее всего будет продана потому что уже есть несколько покупателей на нее так парочка рабочая 1 нерест обычно 1 нерест не получается у пары так ну теперь мы ставим эту личинку нашей паре вот так вот надеюсь что она не съест эту личиночку и они спокойно ее на себя возьмут поэтому закрываем нашу парочку чтобы она не стрессовала сильно и оставляем в покое и также начинаем подменивать космосом и пройдемся по парам пар от которой получился хоть какой-то но выклев личинки это у нас получилось вот такая самочка вот она кобальтовая самка и вот такой вот самец красавчик с косой вот он леопард леопардовый самец у него значит в генах присутствует эрапшин вот он его родители но я не помню отец занимался разведением в общем то ли он получен от скрещивания скорпиона эрапшина то ли от двух эрапшинов поэтому вот леопард в генах у него есть эрапшин будет леопард леопардовая змеиная кожа а при скрещивании с розовым кобальтом там и кобальты будут здесь молодые пары которые выставлены на продажу вот эта молодая пара стоит 7 500 самец самка были признаки половой охоты вот с этим самцом самец дрался внизу эти они стряслись как бы сами самка на нереста пока не было отнерестились вот этот самец высокий как хайбоги скорпион и отнерестилась вот этот скорпион самочка особи молодые им около семи месяцев 6-7 месяцев это был их первый нерест ну не первый нерест конечно же они вообще-то нерестились у меня уже насекло несколько раз ну вот оценил субстрат я в мягкую воду получился хороший 80 процентов икры поэтому два человека которые хотели купить кто первый несут предоплату дому рыбкой достанется ну а кто не успеет тут получается купить за 7 500 вот такую самочку и вот такого самца второго все увидимся ближе к выходным будет полное взорное видео